В Кустанайской области Национальный день Домбры отметили с большим размахом. Конкурсы и концерты длились целую неделю. Особенно ярким и запоминающимся событием стал большой флешмоб в Аркалыке. Подробнее в материале моих коллег. В этом году Национальный день Домбры для кустанайцев превратился в поистине народный праздник. Творческий коллектив областного центра целую неделю, посещая места массового скопления людей, торговые центры и площади, дарили людям приятные эмоции. Мы побывали во всех микрорайонах города. В общей сложности провели более 20 концертных программ. Это все для популяризации Домбры. Своей массовостью отличилось мероприятие в городе Аркалыке. В преддверии Дня Домбры там провели конкурс импровизаторов и творческий вечер Ирки Булана Андамасова. Аркалык – это центр, где соприкасаются искусство и культура. И радует то, что с каждым годом увеличивается число молодежи, которая играет на Домбре. Мы благодарны тем людям, которые несут в массы наше национальное достояние. И в этом многие в очередной раз могли убедиться. Тысяча домбристов одновременно сыграли Кьюи Курмангазы и Нургисет Линдиева. Это было завораживающее представление. Организовать такое было нелегко. На подготовку флешмоба у авторов идеи ушло почти полгода. Самому старшему участнику 87 лет, а самому младшему всего 8. Выступали целыми семьями. Из одной только династии Бультриковых играли 22 домбриста. Каждый год мы отмечаем этот праздник. Он имеет большое влияние для развития национальной духовности. И я рада, что являюсь частью этого события. От лица Акима области участников и жителей города с праздником поздравил руководитель управления культуры Ирлан Калмаков. Победителям конкурса домбристов были вручены почетные грамоты и денежные премии. А закончилось торжество голоконцертом и фейерверком. Артем Грапов и Сергей Тротемберг. Курсанская область. Хабар 24.